МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Коровы могут расстроиться, если люди смеются над ними", доказали ученые. Здравствуйте! В студии Ольга Гордеева. Какие сегодня новости на Дону? В день знаний о мире и спокойствии. Мир – это спокойное течение жизни, отсутствие конфликтов. Первые кадры Тихого Дона для жителей Донского края. Работа доярок нового поколения. Первотелки бьются, когда подключаешь. На Дону сегодня за парты сели 380 тысяч школьников. 5 тысяч из них – украинские беженцы. По традиции, первый урок во всех школах – урок мира. Для учеников 11-го лицея Ростова его провел Василий Голубев. Что такое мир и что ему угрожает? Этим важным вопросом посвятили первые 40 минут нового учебного года. Мир – это спокойное течение жизни, отсутствие конфликтов, как внутри государств, так и внутри народов. Они возникают на почве разного вероисповедания, поднадлежности к разным расам, разности во внешности, различия в культурах. Это зачастую массовые конфликты, и очень редко, когда они обходятся без грубой силы, а иногда даже бывают летальные исходы. Уберечь мир от войн поможет доверие, считают школьники. А еще нужно уметь находить компромиссы и не быть безразличным. У нас есть много интересных ориентиров, к которым мы стремимся, но все это можно реализовать только в мире. Урок закончен. Спасибо. Почетных работников образования Ростова наградили грамотами и благодарственными письмами. Исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Кузнецов поздравил учителей с началом учебного года и поблагодарил за вклад в образование будущих поколений. Реформы в муниципальном образовании уже дали первые результаты. В ростовских школах значительно улучшена материальная техническая база, а средний балл ЕГЭ по основным предметам выше областных и федеральных показателей. В новом учебном году реформы продолжатся. У нас ждет действительно ряд изменений. Они связаны с теми требованиями, условиями, которые произойдут при едином государственном экзамене. Это изменения коснутся выпускных классов девятых. Количество выпускных экзаменов в девятом классе в новом учебном году увеличится. Помимо русского языка и математики, школьники должны будут выбрать еще две дисциплины. В 2018 году дисциплин будет пять, а в 2020 уже шесть. Еще одно новшество этого года. Пятиклассники перейдут на федеральный стандарт обучения, который формирует у детей навыки применения полученных знаний на практике. Также в 2016 году пройдет пробный ЕГЭ по китайскому языку. Новую дисциплину будут сдавать выпускники Дальнего Востока, Москвы и Санкт-Петербурга. По заявлению главы Министерства образования и науки России Дмитрия Оливанова, с 1 сентября пятые классы переходят на обучение по новому стандарту, где второй иностранный язык является обязательным элементом школьной программы. Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? За границей я знаю, где три языка учат. Французский еще. Зачем, не знаю. Английский, французский и еще какой-то иностранный язык. Помимо того, что свой еще. Он нагружает и так. Ну, языка два, наверное, я думаю, хватит. Не, два языка. И что, в классе будут два языка учить? Ой-ой-ой, это ж издевательство. Они бы хотя бы русский знали от и до. А то ж не умеют грамотно написать. Детей перегружать нет смысла. Если кому-то это действительно нужно в жизни, он выучит этот язык дополнительно в институте, либо для работы. Я закончила иностранный. Выучила английский и немецкий. Но если бы сейчас выбор был, то есть развитие с Китаем, поэтому это был бы китайский, корейский, возможно, даже японский. Я во втором классе. Мы будем учить английский язык. Наверное, я еще хочу учить японский. Ну, так как компьютеризация все на английском, обязательно английский. Немецкий мне нигде не пригодился по жизни. Ну, и, наверное, французский. Раз мы с ними сотрудничаем, китайский обязательно, чтобы находили общий язык с ним. Учитывая дружбу России с восточным соседом и сотрудничество в различных сферах, вполне вероятно, что вторым иностранным полезен будет как раз китайский. Сложный, конечно, но не сложнее русского. Интерактивная приемная Василия Голубева работает с декабря прошлого года. За шесть приемов он рассмотрел и дал поручения по 68 заявлениям. Попасть на прием очень просто. Нужно заполнить заявку на сайте правительства. Этой возможностью охотно пользуются не только жители отдаленных районов области, но и ростовчане. Ростов-на-Дону, улица Чехова, 94. У этого дома теперь красивый фасад, прочная крыша и новый водовод. Капитальный ремонт пришлось сделать, когда прорвало старые трубы. В 2013 году в июле месяце бил фонтан, который заходил за четвертый этаж здания дома. Вот, вымыла, была яма из-за этого фонтана, порыв водовода. Была яма, из которой вылетали камни. Ну, при обращении мы обращались и в МЧС, и во многие службы. Никакого результата не последовало. В начале года Наталья Кузнецова обратилась в интерактивную приемную Василия Голубева. Вопрос о капремонте решился, и в рамках своей рабочей поездки по Ростову временно исполняющий обязанности губернатора оценил его качество. Раз в месяц Василий Голубев выходит на видеосвязь с жителями области. Вопросы самые разные. Жительница Батайска просит заменить светофор на пересечении Ставропольской и Горького. Светофорный объект новый, светофорный объект с обратным отчетом времени, со светодиодными излучателями, знаками желтого фона, будет установлен срок окончания работ 2 ноября. Удовлетворены, Татьяна Петровна. Спасибо вам большое, всего доброго. Следующий вопрос из Миллеровского района. Жители недовольны тем, что на дорогах проводился только ямочный ремонт. Голубеву ситуация известна. Недавно он там был с рабочим визитом. Ну, на самом деле, мне показалось, что я не ехал, а плыл. То есть, такие вот там, между прочим, ям я видел немного, а вот этих вот неровностей громадное количество. Министр транспорта доложил, что работы по ремонту нескольких улиц уже ведутся. В целом же, на реконструкцию дорог в Миллеровском районе направят 128 миллионов рублей. За час Василий Голубев рассмотрел 10 обращений. По всем будут приняты конкретные решения. Лидия Романченко, Мария Индрикова, Станислав Фоменко. На Дону. Первые кадры нового сериала «Тихий Дон» показали в музыкальном театре. Режиссер просил не обращать внимания на качество картинки. Работа еще ведется. Настоящих ценителей таланта Шолохова это не отпугнуло. Создателям фильма удалось передать атмосферу событий на Дону начала 20 века. Год действительно счастливый для всех, кто был задействован в съемках телесериала «Тихий Дон». Премьера состоится уже этой осенью на одном из федеральных каналов. 14 серий по одноименному роману Михаила Шолохова отсняты и лежат на монтажном столе. Когда выйдет наша картина, независимо от того, понравится она, не понравится, но будет повод для разговора старшего поколения с молодежью, хотя бы на уровне. Возьми книжку, почитай. Вот ты смотришь, а теперь возьми книжку. А посмотри фильм Герасима. Это не пиратские съемки до выхода премьеры, а предварительный показ черновых работ. Нарезку из 10 серий создатели сериала решили показать на Дону, где провели год. Натура Шолоховского района не подвела. Кроме именитых актеров, в четвертой экранизации романа приняли участие донские актеры и местные жители. Для съемок фильма построили полномасштабные декорации. В степи возвели целый хутор, более 30 казачьих домов. Воссозданы и исторически подлинные костюмы. Павел Вельковский, Сергей Мирошниченко, Станислав Фоменко. На Дону. Жители ростовской многоэтажки сделали капремонт с опережением на 25 лет. Именно через этот срок дом попал бы под федеральную программу. Несколько лет назад жильцы приняли решение самостоятельно отремонтировать канализацию. Собирали с каждого собственника по 20 рублей за квадратный метр. Накоплений 4,5 миллиона рублей хватило и на другие общедомовые нужды. В настоящий момент идет замена по подвалу отопления. Сделали электричество по подъезду. Поставили светодиодные лампы, реле времени. У нас теперь на ОДН идет минимальное количество денег. Заменили мусороприемники на мусоропроводе. Подобный опыт уникален для Ростовской области. По словам директора регионального фонда капитального ремонта, такая практика поможет привести в порядок больше домов, чем запланировано государством. В программе 2016 года у нас уже 760 домов. Уже гораздо больше. И нам необходимо эти темпы капитального ремонта ускорять. Без помощи собственников, без своевременного имя, исполнения своих обязанностей по жилищному коду с участием капитального ремонта, нам в данной связи не обойтись. Теперь жители многоэтажки копят на ремонт подъезда, а потом возьмутся за восстановление фасадов и обустройство двора. Проверка счетов за услуги ЖКХ по жалобам граждан продолжается. На этот раз представители областного министерства ЖКХ посетили один из домов в северном жилом массиве Ростова. Счетчик на воду в доме не работает, но предъявлять претензии к управляющей компании пока нельзя. На проверку идет 30 дней. Инспекторов удивил контраст. Ухоженные лестничные клетки соседствуют с совершенно запущенными. Люди между собой не согласовывают действия в отношении своего дома. Вот это мы увидели. Здесь нужна, конечно, разъяснительная работа большая. Очень похвальные действия отдельных лиц. Но, тем не менее, нужно, живем вместе, нужно согласовать свои действия всем собственникам. Практика проверять правильность начисления платежей существует несколько лет. С этого года в ЖКХ внесены изменения. С управляющей компанией будут взимать штрафы еще из-за ошибки в начислении платежей. Всего же областным министерством за первое полугодие 2015 года проверено 4,5 тысячи многоквартирных домов. Наложено различных штрафов на сумму более 2 миллионов рублей. МФЦ расширяет список предоставляемых услуг. В сервисе «Мои документы» теперь можно оформить загранпаспорт и нотариальные услуги. Инновации в области многофункциональных центров обсудили на межрегиональном семинаре в Ростове. В скором времени заработает система единого окна МФЦ. Гражданин России сможет обратиться за помощью в любой из центров, независимо от того, в какой точке страны он находится. И это не последнее нововведение. Это развитие портала предоставления государственных и муниципальных услуг. Это развитие таких форм предоставления услуг, как многофункциональные центры. Это улучшение качества обращения и взаимодействия с заявителями в самих органах исполнительной власти, которые услуги предоставляют. Сейчас идет работа над единой базой данных. В перспективе для получения документов не нужно будет собирать множество справок. Также появятся услуги в помощь представителям бизнеса. Мы готовимся к очень существенному решению, к переводу на базу МФЦ федеральных государственных услуг, очень востребованных. Это прежде всего услуги по государственной регистрации сделок с недвижимостью, связанных с кадастром, с земельными услугами. Также в Ростове появился офис уполномоченного МФЦ. Здесь будут контролировать все многофункциональные центры области. В офисе сразу же подписали соглашение о сотрудничестве с региональными отделениями Всероссийских общественных организаций инвалидов, которые позволят людям с ограниченными возможностями повысить качество и доступность обслуживания и трудоустраивать в центре МФЦ. Погода снова не радует. На юге России становилась засушливая погода, которая ставит под угрозу урожай будущего года. В Зернограде прошло предпосевное совещание землевладельцев. Осенние полевые работы требуют корректировок. Аграрий, ученые и специалисты решали, сообща каких именно. День начинается в поле. Для масштабного совещания организовали экскурсию по участкам сельскохозяйственных культур. Эксперты зерноградских НИИ показывают свои достижения. Например, вот этот гибрид кукурузы выдерживает жару и имеет иммунитет к самым опасным болезням. Такая селекционная работа ученых рассчитана прежде всего на климатические особенности отдельных районов области. Поэтому получать урожай удается даже в самых засушливых территориях. У нас в Заветинском районе сложилась опять же чрезвычайная ситуация, которая сложится у нас на протяжении уже пяти лет. Засуха, ветер, дожди у нас отсутствовали. Аграрии слушают ученых и делятся своим опытом. Сегодня главное для каждого хозяйства урожайность не просто высокая, стабильная. Без органических удобрений это затратно, поэтому приходится искать альтернативу. Сергей Семенович решил пойти по пути соседей по фермерскому делу. Объясняет почему. Перешли на ноль. И они получают урожай. Если дождь, они получают чуть-чуть больше нас. А если нет дождя, они получают дворазвольщие. В этом году у нас 30 с лишним, у них 50 с лишним. Однако в любой технологии важен верный расчет. Об этом уже на соседнем поле подгул тракторов, которые демонстрируют возможности прицепных орудий. Участники совещания внимательно следят за процессом. В этом году предстоит посеять более 2 миллионов гектаров озимых культур. До начала посевных работ остаются считанные дни. А влаги в почве пока тоже считанный минимум. Поэтому сегодня все направления и ориентиры – это влагосбережение. То, что есть в нижних слоях почвы. И тактика для получения всходов. Потому что получить всходы – это главная задача. Как это сделать? Сегодня будем советоваться с учеными, с практиками. С удобрениями в этом году тоже проблема. Высокая цена. Однако 86% необходимого объема сельхозпроизводители уже закупили. Валентина Колесникова, Анна Туполева, Станислав Фоменко. У ветеринаров есть свой православный праздник – День памяти Флора и Лавра – святых покровителей домашней живности. По преданию, в день открытия их мощей прекратился падеж скота. На иконах мучеников изображают с конями. В пролетарске построен храм в честь этих православных святых, где ветеринары области уже несколько лет собираются в последний день лета на торжественную литургию. С прошлого года, 31 августа, официально стал Днем ветеринарного работника. Раньше мы говорили просто – доярка, а сейчас это оператор машинного доения. Раньше это был полностью ручной труд, а сегодня автоматизированный. И тем не менее, работать проще не стало. Важно правильно подключаться и чистить оборудование, найти контакт с животными. От всех этих мелочей зависит в итоге качество молока, которое мы пьем. В Матвеево-Курганском районе прошел 33-й областной конкурс операторов машинного доения коров. И здесь можно было увидеть передовые технологии и секретные приемы получения вкусного молока. Сборка-разборка на время, как в армии. Только вместо автомата – аппарат машинного доения. Наталья Родная работает дояркой 12 лет. Здесь, в Матвеево-Курганском районе. Доильный аппарат знает, как свои пять пальцев. Но именно этап его подключения считает самым сложным. На автоматизированную систему животные реагируют по-разному. Первотелки бьются, когда подключаешь от того, что он шипит, они пугаются. А коровы нормально стоят. Лучшего оператора машинного доения не случайно выбирают именно в Матвеево-Курганском районе. Он считается флагманом молочного животноводства. Сам же конкурс по счету уже 33-й. Его возродили в 2013 году, после семилетнего перерыва. Мероприятие, как говорят участники, безусловно, важное. Можно обменяться опытом, увидеть передовые приемы и технологии, да и в целом повысить эффективность производства. Несмотря на то, что область обеспечена на 84% сырьем, молоком для производства кисломолочной продукции, сыров, среди производителей молока появился большой интерес развивать это направление бизнеса. В этом году в конкурсе приняли участие доярки из 21 района. Сложная система баллов, долгий подсчет. И вот жюри готова озвучить результаты. Абсолютным чемпионом признана Наталья Родная. Она набрала 97 баллов из 100 возможных. Приз за первое место остается в Матвеево-Курганском районе, на территории которого проходил конкурс. Теперь победительнице предстоит отстаивать честь всей области на всероссийских соревнованиях. Юлия Карасюк, Елена Бараникова, Андрей Токарев на Дону. В Южно-Российском государственном политехническом университете отметили 100 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны до центра кафедры автоматика и телемеханика Иоэля Пекера. Работе в Новочеркасском вузе ученый отдал 47 лет жизни. Преподавал, был организатором крупных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. До конца жизни каждый учебный год вручную переписывал конспекты своих лекций, внося в них последние научные достижения в инженерии. В начале 70-х американская компания General Electric предложила Иоэле Пекеру переехать в Штаты и возглавить там крупную научно-исследовательскую лабораторию, но он отказался. Пекер до конца костей своих был предан родине, и он не мог никуда уехать. И он до конца жизни оставался преданным России, своей отчизне и работал здесь. За время работы в Юргаты он подготовил 32 кандидатов в науку. За время научно-педагогической деятельности Иоэлем Пекером опубликовано более 200 научных работ, издано 3 монографии, 3 учебно-методических пособия и получено 37 авторских свидетельств на изобретение. Уже традиционная продовольственная ярмарка в очередной раз порадовала жителей Новочеркасска. Более 170 участников со всей Ростовской области развернули палатки со своей продукцией. Горожан поражает не только изобилие вкусности, но и низкие цены. Глаза разбегаются. Мягкая, хорошая, красивая. Следующая ярмарка на площади перед городской мэрией запланирована на 12 сентября. Мы проведем вам заинственный мир, мир книги. Пройдемся по абонементу, а зайдем мы в зал читальный, вклад найдем мы уникальный. Макет этой библиотеки – лишь одна из десятков моделей зданий, коттеджей и многоэтажек, представленных на фестивале «Я хочу, чтобы мой город был таким». Организаторы мероприятия, сотрудники Центральной городской библиотеки предложили жителям Зверева из подручных средств мастерить дом своей мечты. В День города участники принесли свои творения на Молодежный бульвар, где все желающие смогли подробно рассмотреть каждую поделку. Мне кажется, это прекрасный дом, двухэтажный. Я буду бегать по всему дому, радоваться. Даже есть бассейн на крыше, место, где можно загорать. Можно даже летом не ездить на море. Долгожданное событие для жителей Каменск-Шахтинского, увлекающихся спортом. В городе открыли новый спортзал. Я знаю, что спорт – это будущее нашего государства. В новом спортивном сооружении можно заниматься самыми разными видами спорта. Дзюдо, самбо, греко-либская борьба, художественная гимнастика. Спортивные секции доступны для всех желающих. Трое шахтинцев победили в новом проекте американского музыканта и телеведущего «Экзибит», известного по программе МТВ «Тачку на прокачку». На этот раз шоумен намеревается прокачать российские квартиры, создав из них точки для умопомрачительных вечеринок. Таких, чтобы сделать потише, просили из соседних стран. Заявку на прокачку отправила и шахтинская банда мушкетеров. Дмитрий Четверяков, Макс Сантос и Андрей Горностаев сняли промо-ролик в русском народном стиле и в итоге стали победителями отборочного тура. Далее пресса на Дону. 6 сентября в станице Ольгинска и Оксайского района на базе клуба «Доступное небо» состоится аэрошоу радиоуправляемых авиамоделей. В программу войдут показательные полеты и мастер-классы на радиоуправляемых, реактивных самолетах и вертолетах, которые проведут мастера спорта, действующие чемпионы и призеры чемпионатов России, Европы и мира, сообщает издание «Молот». Конопереход казаков Юга России по маршруту Волгоград-Севастополь, посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне, преодолел территории Южного и Крымского федеральных округов, пишет газета «Перекресток». За 57 дней казачья сотня прошла через 65 населенных пунктов. Протяженность маршрута почти 1400 километров. Главная цель – отдать дань памяти и уважения защитникам родной земли, казакам России. Казаки прошли по тем местам, где были сформированы и вели бои с противником казачьи соединения 5-й Донской и 4-й кубанские гвардейские казачьи кавалерийские корпуса. В станице Багаевской прошел 13-й турнир по боксу, посвященный памяти героя-подводника, члена экипажа атомной подводной лодки «Курск» Сергея Калинина. В соревнованиях приняли участие 240 боксеров со всей России. Четыре дня продолжались упорные бои. Лучшим боксером в своей возрастной группе стал новошахтенец Сергей Ухань, пишет «Знамя шахтера». Вместе победим! Под таким девизом на «Грибном канале» прошел новый социально-спортивный праздник. Его организаторами выступили областной комитет по молодежной политике и общественная организация «Ростов без наркотиков». Трудные подростки сначала вместе с чемпионами сделали зарядку, а потом научились играть в теннис и попробовали себя в регболе. Для тех, кто не очень уверенно играет в баскетбол и не слишком силен в борьбе и регби, придуман регбол. Эта командная игра с простыми правилами стала изюминкой праздника. Первыми на поле вышли подопечные организации «Ростов без наркотиков». Эти ребята делают первые шаги в новой спортивной жизни. Мы хотим, чтобы ребята, которые сегодня в трудной жизненной ситуации, знали, что мы их поддерживаем, что мы вместе. И я надеюсь, что кто-то из них станет и чемпионом, кто-то станет из них, может быть, и педагогом, в том числе и по физкультуре, что немаловажно. Победить обстоятельства одному трудно, а под руководством хорошего тренера и с огромным желанием изменить свою жизнь можно добиться, казалось бы, невозможного, говорит Вартересса Мургашев. Есть ребята, которые этим путем попали даже в сборную и достигли величайших результатов. Ну, их имена я назвать не буду, но это величайший результат, то, что он уже вышел из этой ситуации, а то, что он попал в сборную, я считаю, что это тоже большой результат. Мастер-классы по единоборствам провел чемпион мира по боям без правил. Элементарным навыкам самообороны могли научиться все желающие. На этом ковре, как и в клубе Ислама Каримова, те, кто проходит реабилитацию. Ребята, в принципе, которые не занимались, возможно, спортом вообще никогда, они втянулись, им нравится, они набирают потихонечку такую форму. Не сказать, что спортивную, но, по крайней мере, укрепляют физически. То есть, что-то у них получается, и видно, когда у человека получается, глаза горят, он хочет еще что-то. Трудные подростки занимаются всего несколько месяцев, но возвращаться к прежним привычкам не планируют. Что мне очень нравится, что присутствует дисциплина на тренировке, что нету каких-то межконфессиональных разделений, что именно ты там мусульманин, ты православный, ты там еще кто-то, что как бы все ребята дисциплинированные. На одном из последних турниров трое из четырех подопечных реабилитационного центра, занимающихся смешанными единоборствами, заняли призовые места. И это не результат общей победы над наркотиками. Мария Индрикова, Станислав Поменко, Надону. Донской избирком призвал делать селфи на выборах. Для тех, кто 13 сентября придет голосовать впервые, избирательная комиссия объявила специальный конкурс. Для участия в нем нужно щелкнуть себя на камеру на избирательном участке и выложить фото в социальные сети с хэштегами «ИКРО» и «Выбор молодежи». Победитель получит камеру «Гоу-Про», еще десяти призерам будут вручены моноподы. В студии была Ольга Гордеева. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин